Веками океаны становились ареной яростных сражений. На воде и под водой. Вы можете убить сотни людей одним бортовым залпом этих могучих боевых машин. Судостроители создавали всё более мощные и быстрые корабли, чтобы сокрушить своих оппонентов. Страна, обладающая самым сильным боевым флотом, может уничтожить флот и противника и взять моря под контроль. А кто владеет морями, тот владеет миром. Они несли устрашающее оружие. Со времён Второй мировой войны это был первый случай, когда кто-то выпустил торпеду по чужому кораблю. Его надо расследовать. Но также корабли освобождали и спасали тысячи людей. По сути, Герда-3 стала спасательным кораблём для тех, кого преследовали нацисты и вдохновляли мужчин и женщин на великие подвиги. Мы будем драться до их или нашей гибели. Мы утонем, но не сдадимся. Корабли и их команды меняли ход мировой истории. Как командир ракетной подводной лодки, я нёс ответственность за то, чтобы предотвратить Третью мировую войну. В этой серии мы посмотрим на самые мощные деревянные корабли в мире. Они являли собой наиболее сложные технологические устройства на планете. Мы думаем, что на её создание пошла древесина лучших шести тысяч дубов. Это была самая крупная вещь, созданная руками человека. От ужасного хаоса на орудийной палубе один из офицеров описал это как ад на Земле. До почётной смерти в бою. Это история первопроходцев, героев и мечта об обретении величайшей силы в мире. Американцы не мечтали о том, что они смогут победить британский флот, но им выдался шанс один на один. Боевые корабли. Могучие деревянные военные корабли. 11 октября 1982 года. Эти бревны не видели света с тех пор, как корабль затонул на этом месте в июле 1545 года. Мелководье Т. Соленда, проливу южного берега Англии, в 1982 году стала сценой одной из самых известных спасательных операций в истории. 60 миллионов человек по всему миру наблюдали за подъёмом огромного деревянного корабля 400-летней давности. Он поднялся на поверхность под приветственные сигналы. Далее последовало более 30 лет реставрационных работ. И, наконец, корабль смог предстать перед публикой, раскрывая свои секреты. Его имя — Мэри Роуз. Спущен на воду в 1511 году. Длина — 37 метров. Команда — 500 человек. Здесь вы видите корпус Мэри Роуз. У нас находится её правый борт. Откилия прямо перед вами и вверх до начала боковой надстройки, вернее, того места, где она должна была быть. Так что вы смотрите изнутри на половину корабля. 437 лет Ил Морского Дна хранил этот замечательный образец кораблестроения Тюдоров. От морской тактики к государственным амбициям. Мэри Роуз дал археологам представление о молодом короле, который заказал корабль в 1509 году. Генрихе VIII. Когда он зашёл на трон, то он наследовал от своего отца только пять кораблей. К моменту, когда затонула Мэри Роуз, его флот насчитывал 53 корабля. 20 из них — крупные боевые. До Генриха английские корабли использовались для транспортировки армии. Мэри Роуз обозначила поворотный пункт. Флот Генриха должен был играть более серьёзную роль. Думаю, её можно назвать первым построенным военным кораблём. Учитывая тот факт, что у неё была орудийная площадка для схваток на море. Сейчас трудно вообразить, как она была забита. 39 пушек на станках, ещё 20 фальконетов. Что касается команды, то тут было 185 солдат, 200 моряков, 30 пушкарей. К тому же их офицеры и их слуги. Так что количество людей на борту примерно составляло 500 человек. Когда археологи обследовали корабль, они обнаружили любопытное смешение старых и новых технологий. Найденные скелеты лучников до сих пор держали своё оружие. Там были закрыты ящики со стрелами и длинными луками, недавно доставленные из лондонского Тауэра. Всего поднято 138 длинных луков. Это просто невероятно. Луки сделаны из одной тисовой планки, которая обладает двумя разными качествами. На концах лука, в его плоских частях, это наружная древесина, которая позволяет луку сгибаться. А здесь, в центре, древесина и сердцевина дерева, хорошо держащаяся под нажимом. Итак, это естественная пружина с двумя разными свойствами одного куска дерева. Как часть военного флота Генриха, команда Мэри Роуз встречала много опасностей. Но их условия жизни были зачастую лучше, чем на суше. Жизнь моряков была не такой плохой, потому что вас кормили каждый день. Хорошие порции, рыбу давали пару дней в неделю, остальное время мясо. Причем это было весьма достойное количество, а еще вы получали пиво. Да, галлон пива в день. Кто бы мог желать большего? Но это не значило, что порой моряки не голодали, поскольку все эти корабли нуждались в снабжении в море. В нескольких замечательных письмах, которые были написаны здесь, на Мэри Роуз, говорится, «Ради Господа, пришлите нам пищу, на свете нет корабля, так плохо снабжавшегося, как наш, у нас закончилось все пиво, а присланное мясо протухло». Внутри корпуса нашлось множество хорошо сохранившихся вещей, дающих нам представление о жизни во времена Тюдоров. Верите ли нет, но эта часть — одно из множества корзин, которые мы подняли с корабля. Корзины использовались для разных вещей. Например, у нас есть корзина, где была партия обуви. У плотника были корзины с его инструментами и с обрезками дерева. Мы нашли корзину со сливами и еще нашли сложенную в корзины рыбу в одном конце корабля. Естественно, в то время единственным двигателем был парус, так что у нас есть сотни блоков оснастки, буквально сотни разных видов. Их можно разделять по сериям, по типам. Вот это единичный блок талии. Порой под веревками был стержень из латуни или другого сплава меди. Иногда, как здесь, он деревянный. Они все разного размера, и, конечно, каждый имел свое конкретное место на судне и свою конкретную роль. Вот этот блок интересен тем, что он двойной. Тут, по сути, два блока. В нем сохранилась веревка, как и во многих других. Остатки Мэри Роуза рассказали очень многое, но все же они не открыли самой главной тайны. Почему корабль утонул? Что нам известно, это что флагман Генриха VIII шел встречать французский флот вторжений 128 кораблей и 30 тысяч солдат. Король послал 80 судов, чтобы не дать французам войти в гавань Портсмуты. Утром 19 июля Генрих лично наблюдал за развернувшейся битвой с укреплением замка Сауци. Сначала оба флота попали в штиль, но позже погода изменилась. У нас есть свидетельство очевидцев битвы. И в самом подробном говорится, что ближе к вечеру поднялся ветер, и англичане смогли начать двигаться. Они пошли навстречу французам. И там указано, что Мэри Роуз выпалила залпом с одного борта, после чего начала поворачивать, чтобы выстрелили пушки другого борта. Когда она тонула, то пушки второго борта даже выстрелили. Это правда. Когда Мэри Роуз нашли, орудийные порты на правом борту были до сих пор открыты. Дуло пушек завязли выли. Итак, в момент разворота корабля орудийные порты захлёстываются волнами. Возможно, именно так Мэри Роуз и затонула. Вода попала внутрь корабля через открытые орудийные порты. Что привело к такой ситуации, мы не знаем. Почему корабль так сильно накренился, что его погубили собственные орудийные порты? Одна теория говорит, что её ужасные чугунные пушки были слишком тяжёлыми. Но её снаряжали в Лондоне, и корабль прошёл всю дорогу по Ла-Маншу без перегрузки. Другая теория утверждает, что французские пушки пробили дыру ниже ватерлинии. Было ли попадание? Поскольку французы твёрдо заявляют, что потопили её своим огнём. Ответ ещё может быть найден, поскольку Мэри Роуз до сих пор раскрывает свои секреты. Мэри Роуз до сих пор не выдала все свои тайны. Думаю, нас ещё ждут сюрпризы. Через два с половиной века после гибели Мэри Роуз британский флот одержал великую победу над французами, превратившую флагман в святыню. Хотя сейчас такие корабли, как «Виктория», нам кажутся устаревшими, в своё время они были наиболее сложными технологическими устройствами на планете. Виктория Портсмутская верфь в Англии стала домом для старой Грандамы моря. Построенная через 200 лет после гибели Мэри Роуз, она — самые известные корабли с тех времён, когда деревянные суда были грозной боевой техникой. Корабль его величества — Виктория. Спущен на воду в 1765 году. Длина — 69 метров. Число орудий — 104. Команда — 821 человек. В год своего спуска на воду она была крупнейшим кораблём в мире. Мы думаем, что на её создание пошла древесина лучших 6 тысяч дубов. Это была самая большая вещь, созданная руками человека. Теперь она осталась единственной из линкоров того времени. Больше вы такого нигде не увидите. В 60-х годах 18 века, в годы постройки Виктории, судостроение далеко ушло от кораблей тюдоровских времён. Мэри Роуз была «каракой» — трёхмачтовым судном с высокими площадками на носу и на корме, чтобы лучники могли стрелять по вражеским кораблям. Этот тип судов существовал с 14 по 16 век. Проблема с этим типом кораблей в том, что он основан на идее продолжения сухопутных битв на воде. Речь идёт о том, что вы стремитесь приблизиться к врагу, сойти с ними в ближнем бою и захватить их корабли. Поэтому, несмотря на множество пушек Мэри Роуз, только некоторые из них были тяжёлыми орудиями, способными повредить корабль. Идея схватки напоминала кавалерийскую атаку. Ваши корабли идут линии на линию врага, поворачивают перед самой встречей и дают бортовой залп. Если это нанесло серьёзный урон, далее ваши моряки идут на абордаж. Но «Карака» проиграла удивительно древнему противнику — галерея С тяжёлыми пушками на носу галера могла подойти к боевому кораблю и обстрелять его при приближении. Это изменило тип «Караки». В итоге появился новый корабль — «Галеон». Он тоже имел орудие впереди, прямо на носу судна, так что мог атаковать, как только подойдёт к врагу. Однако размер кораблей и число пушек на них стремительно росли. Спустя приблизительно 80-90 лет «Галеон» уступил место идее линии боевых кораблей. Вы больше не шли в битву друг на друга. Теперь основной тактической целью было сделать так, чтобы все тяжёлые орудия на одном борту вашего корабля могли выстрелить с наилучшим эффектом. Это означало, что корабли ваших союзников были впереди и позади от вас, а не по сторонам. Это породило тактику линии. Огромных линий с 15, 20, 25, порой 30 кораблей времён конца 18-го, начала 19-го века. Эволюция деревянных военных судов завершилась созданием типа линейных кораблей. Они несли такую же артиллерию, как целая армия на суше. Каждый корабль. Это была невероятная концентрация огневой мощи, и они могли нанести урон друг другу. Сближаясь для обстрела, они стреляли из пушек борта от кормы к носу судна. Вы можете потопить корабль, вы можете убить сотни людей одним бортовым залпом. Это была очень мощная военная техника. Первоклассные линейные корабли, такие как «Виктория», изначально были созданы как плавучая артиллерийская платформа. Самый первый вопрос кораблю — какие типы орудий он должен нести и каков вес этих орудий. Здесь мы берём дульнозарядные 42-фунтовые пушки. Если мы хотим поставить 30 таких на нижнюю палубу, это даёт нам её длину. Нам нужно по 3 метра между орудиями, всего 45 метров палубы. Потом вы скругляете один конец палубы, заостряете другой и составляете сами палубы. Когда вы разобрались, где будут все орудия, где будут ядра и пороховой погреб, а где хранятся припасы, вы размещаете людей повсюду вокруг этого оборудования. Хотя сейчас такие корабли, как «Виктория», кажутся нам старомодными, в своё время они были чудом техники, с самыми сложными технологическими устройствами на планете. Из орудия «Виктории» стреляли вымуштрованные пушкари, люди из самых разных стран. На корабле служили люди более 20 национальностей. В битве при Трафальгаре на «Виктории» было даже несколько французов. Служили американцы, мальтийцы, немцы, голландцы, люди из Карибов и из Африки. Разумеется, тут были представители нации Великобритании, англичане, шотландцы, валийцы, и всё это были грубые люди того сорта, с кем бы вы ни хотели столкнуться ночью на тёмной улице. За каждое орудие отвечали командор, помощник командора — заряжающий, помощник заряжающего — бомбардир, его помощник и ещё несколько человек, которые могли помочь сдвинуть пушку. У британской команды перезарядка орудия занимала около 90 секунд. Эти пушки заряжались с дула, поэтому всё закладывалось ствол спереди. Первым делом использовался банник — это такая большая ватная палочка. Её обмакивали в ведро с водой и прочищали ствол. Делали это по двум причинам. Во-первых, чтобы охладить ствол, перегретая пушка может взорваться. Во-вторых, чтобы убедиться, что в стволе не осталось ничего горящего, прежде чем туда загрузят новый заряд пороха. Затем в ход шёл уже шомпол, которым забивали заряд. Для начала в ствол загружается пороховой картуз. Его приносили на палубу в парусиновом чехле и прямо так закладывали внутрь. Потом проталкивается снаряд, обычно круглый, привычное нам ядро. Пушки Королевского флота были снабжены затворами, простыми кремнёвыми замками, как на мушкете или пистолете. А когда вы дёргаете за верёвку, он высекает искру. Та поджигает пороховой заряд в стволе. В разгаре битвы орудийную палубу заволакивал дым. И от грохота у людей кровоточили уши. Весь корабль содрогался от залпа своих пушек. И, конечно, не забывайте, что противник недалеко, и он разряжает орудие в вас. Это была ужасная картина. Один из офицеров описал это как кат на земле. И, пожалуй, это лучшее описание того, что происходило на орудийной палубе во время боя. Над этой палубой опасностей было не меньше. Люди, отвечавшие за 37 парусов корабля, рисковали жизнью всякий раз, когда лезли на мачту. Рост человека определял, где он работает. Ниже всего у вас самый большой парус, так что на этом месте вам нужны самые крупные люди, потому что паруса очень тяжёлые. Наверху вам понадобятся люди полегче, потому что там паруса не такие большие, а если вы упадёте с высоты примерно 45 футов, вы ударитесь о воду, как о бетон, и вряд ли выживете, а ваши товарищи вряд ли смогут спасти вас из воды. Но самым опасным местом на палубе Виктории был край носовой части корабля — деревянный брус, называющийся бушприт. Бушприт зачастую именовали вдовы делом. Если вы падаете с него в воду, то дальше по вам проходит корабль. Опасно или нет, Виктория стала морской иконой. Но это только из-за самого известного человека на её борту — Горацио Нельсона. Используй инициативу, не бойся атаковать, и тогда ты победишь. Талантливый и храбрый Нельсон принёс своей стране славу величайшей силы на море, но цена была высока. Кеф Виктория — крупнейший и наиболее тяжело вооружённый корабль своего времени. Но она стала известна из всех древянных военных судов из-за человека, который вёл её в битву. Горацио Нельсон Нельсон родился в 1758 году в семье священника. В возрасте 20 лет его неожиданно отправили в море служить при своём дяде-капитане. Дядя писал, в чём провинился бедный Горацио, что именно его, самого хрупкого, обрекли на морскую службу. Но юный Митчман очень быстро доказал свои силы и умения. В 15 лет он пересёк Атлантику, побывал в Вест-Индии, ходил за Северный Полярный Круг. То есть он получил и раннее, очень качественное образование в судовождении морском деле. И многие знали, что именно там он подчеркнул очень многое, что использовал потом, став командиром. Нельсон предпочитал быть в центре сражения. Его раны стали частью его легенды. Он лишился правой руки и зрения на одном глазу. Бесстрашный офицер стал кумиром британской публики. Первый раз, когда его заметили, был в 1797 году, в так называемой битве у мыса Сан-Висенте. Он совершил очень рискованный манёвр, уйдя со своей позиции в линии, атаковал один испанский корабль, захватил его, и потом сумел захватить ещё один. Но апофею славы Нельсона наступил спустя восемь лет. В 1804 году император Франции Наполеон Бонапарт заключил альянс с Испанией. Создав превосходящий флот, он получил шанс реализовать план высадки в Британии. В итоге морской герой Англии был послан встретить франко-испанский флот и, по словам самого Нельсона, уничтожить его. 29 сентября 1805 года британский флот подошёл к берегам Португалии. Враги были близко. Адмирал Нельсон и 27 его капитанов собрались здесь, в Столовой Виктории. Он объяснял свою стратегию. Было очень важно, чтобы они поняли должную форму боевой линии, в которой им идти навстречу противнику. Но не менее важно было, чтобы они осознавали, где и когда приходит шанс действовать самостоятельно. Нельсон сказал, «Никто не испортит дело, подведя свой корабль вплотную к неприятельскому». По его словам, «Используй инициативу, не бойся атаковать, и тогда победишь». Говорят, капитанам так понравился план их адмирала, что некоторые из них даже прослезились. Утром 21 октября два флота наконец встретились. Место действия — мыс Трафальгар. Нельсон приказал поднять на Виктории воодушевляющий сигнал. Англия ждёт, что каждый из нас исполнит свой долг. План Нельсона был необычен. Вместо того, чтобы идти параллельно врагу, он построил флот в две колонны. Одну возглавил сам на Виктории, второй адмирал Коллингвуд на Руэлл Соверайн. Это была яростная попытка прорвать линию противника. Это был рискованный план, потому что если вы строите свои корабли в две колонны и идёте на врага, это означает, что они будут стрелять по вам, а вы можете ответить только несколькими носовыми пушками. Потери будут велики. Нельсон направил Викторию на французский флагман Буцентавр. Он ввёл Викторию в промежуток между вражескими кораблями и обстрелял корму Буцентавра. Ему удалось, проходя мимо, всадить весь бортовой залп в самую уязвимую часть корабля — корму. Этим он сразу вывёл Буцентавр из строя, что было очень важно, а его корабли смогли прорвать линию вслед за ним. Бортовые залпы Виктории были смертоносны и очень точны. Но не настолько, как вы могли подумать. Бортовой залп, как его показывают в фильмах, это одновременный выстрел всех орудий. Но это было невозможно, потому что он бы опрокинул корабль. Вы должны были начать с одного конца, чаще всего от кормы, и стрелять из пушки за пушкой в том порядке, как они стояли. Справившись с Буцентавром, Виктория свалилась в абордажный бой с французским Редотаблем. Они буквально сцепились друг с другом и сражались, разряжая пушки на очень малой дистанции, что приносило ужасный урон. Намного сильнее пострадал Редотабль. Британские команды стреляли и перезаряжали орудие за 90 секунд. У французских и испанских команд это занимало от трёх до пяти минут, поскольку они были менее опытными. Через четыре часа яростной битвы французский флот сдался. Они потеряли 6 тысяч человек. Британские — 1700. Но в список погибших было внесено имя Нальсона. Стрелок на Марсе Редотабле попал в адмирала, когда тот шёл по квартердеку Виктории. Нальсона унесли вниз, но спустя пару часов он умер. В ужасной обстановке, ведь это был лазарет, в котором проводилась ампутация, где люди кричали в агонии. Его уложили как можно удобнее, но он всё равно умирал рядом со своими моряками. Известно, что к нему в лазарет пришёл командир его корабля, капитан Харди, и где-то за час до смерти адмирала сказал, «Мы одержали великую победу». Так что Нальсон умер, зная о триумфе. В декабре потрёпанная Виктория привезла тело Нальсона домой в Англию. Планы Наполеона на вторжение были разрушены. Нальсон и Виктория установили главенство Британии на морях. И оно длилось дольше столетия. Но пока ещё отмечалась победа при Трафальгаре, британский флот уже создавал следующее поколение деревянных военных судов. С точки зрения моряка, они были самыми прекрасными из всех — фрегаты. Один из двух оставшихся английских фрегатов той эпохи стоит в Хартлпуле на севере Англии. КЕФ «Тринкомали». Спущен на воду в 1817 году. Длина — 46 метров. Число орудий — 46, команда — 315 человек. Плоская, как у всех фрегатов, верхняя палуба давала «Тринкомали» скорость. И на нём было характерное размещение пушек. Единый ряд орудий главного калибра — это то, что делает фрегат фрегатом. Вы всегда можете определить фрегат по одиночному ряду пушек. Они выяснили, что более длинный и невысокий корабль отличается большей остойчивостью и создали быстрые суда с довольно хорошим вооружением. Линейные корабли с их двойными или тройными рядами орудий по сути сражались только в крупных битвах, стоя в линии. А фрегаты поддерживали линейные корабли, служили разведкой, а заодно участвовали в огромном количестве других операций, от рейдерства до защиты торговли. Моряки любили фрегаты. Там было больше жилого пространства, а если ваш капитан умел захватывать корабли врага, награда была внушительной. Фрегаты были очень популярны. Намного популярнее линейных кораблей. На них чаще служили известные капитаны, получавшие призовые деньги. Так что вы не только жили в лучших условиях, но и становились богаче. Владычество Британии на море стало неоспоримым, но была проблема. В годы наполеоновских войн построили столько кораблей, что возник дефицит английского дуба. Страна начала поиски за морями, в своих новых колониях, и нашла замечательную альтернативу. Тик. Тик был превосходным материалом для кораблестроения. Он очень твёрдый, он устойчив к морской воде, он намного медленнее гниёт, чем дуб, а ещё куда лучше выдерживает нападение червей-древоточесов. Тик по многим пунктам превосходил дуб. Но, тем не менее, моряки относились к нему подозрительно. Они говорили, что из-за него у них гноятся раны, поскольку при попадании ядра в корпус множество ран было древесных щепок. Правда ли, что раны Тика сильнее гноились или нет? Другой вопрос. Но среди моряков ходила такая байка. Куда важнее, что у британского флота был теперь доступ к большим запасам Тика в Индии. Тринка Мали был построен в Бомбее под руководством мастера корабела по имени Джамседжи Баманджи Вадия. Ему было заказано сделать обычный английский корабль. Но он унаследовал некоторые традиции верфей своей семьи. Семья Вадия была зороастрийцами. Древняя религия, соблюдающая важный ритуал. Когда закладывали киль, по сути, это первая часть корабля, которую кладут сухомдоки. Они провели церемонию, вбив серебряный гвоздь в киль. Это был своего рода ритуал очищения. И на нем присутствовал жрец парсов. Были много разных обрядов, цветы. Я часто думаю, сохранился ли серебряный гвоздь в киле до сих пор. С точенными деталями и резными деревянными слонами на корме Тринка Мали стал частью Британского флота, сохранив наследие Бомбея. Но не только Британия развивала деревянный военный флот. Соединенные Штаты тоже начали строить фрегаты. И их корабли были больше и лучше. Когда началась война, они пересмотрели свои шансы против старого врага. Американцы не мечтали о том, что они смогут победить британский флот. Но им выдался шанс. Один на один, фрегат на фрегат. Британия правила морями весь 19 век. Но молодую нацию было очень трудно запугать. Американцы знали, что им нет смысла строить линейные корабли. Слишком большие, дорогие и сложные. Но американцы могли строить суда следующего ранга, известные как фрегаты. Задание на постройку новых кораблей получил корабел из Филадельфии Джошуа Хэмфрис. Именно он придумал тип кораблей, который мы могли бы назвать «фрегаты на астероидах». Его гениальность была в том, что он взял лучшее с европейских верфей и добавил к этому нечто иное, абсолютно американское. Один из этих суперфрегатов дожил до наших дней и сейчас на реставрации в Бостоне. Это фрегат «Конститюшн». Спущен на воду в 1797 году. Длина — 93 метра. Число орудий — 44. Команда — 450 человек. Обыкновенный фрегат эпохи Паруса мог нести от 32 до 36 пушек, иногда — 38. «Конститюшн» считался 44-пушечным фрегатом, а мог нести вплоть до 60. Он мог уйти от любого более мощного корабля, мог уничтожить тех, кто его ловил, и на свой лад это, по сути, был предок карманных линкоров. И «Конститюшн» получил шанс показать себя в схватке с могучим британским флотом. Разъярённые британским запретом на торговлю с Америкой и насильной вербовкой своих граждан в британский флот, Соединённые Штаты объявили войну своей бывшей митрополии в июне 1812 года. Вопреки всему, американцы верили в свой успех. Это выглядит как бой Давида с Голиафом, но стоит учитывать, что британский флот был растянут по всему миру. Британцы не пришли бы к Северной Америке всей мощью своих кораблей. Американцы не мечтали, что смогут победить британский флот в большой битве. Но у них был шанс. Фрегат против фрегата. Один на один. Фрегатом «Конститюшн» командовал капитан Айзек Халл. С объявления войны он готовил свои орудийные команды к схватке с британцами. Он знал, что стоит им выйти из американских портов, как они могут встретить военный корабль британского флота с хорошо тренированной командой, с великолепными офицерами, поэтому он хотел быть на одном уровне с ними. Для любого американского офицера было бы предметом гордости захватить британский корабль равного или большего размера, и он собирался это сделать. Айзек Халл вышел на охоту за британскими судами. 19 августа 1812 года в тысячи километров от Бостона на горизонте показался чужой фрегат. Это был Гарье из британского флота, захваченную французов пять лет назад. В эпоху паруса почти все корабли относились к конкретным типам. Они не слишком отличались друг от друга. Когда британцы захватывали французское судно, они могли забрать его в свой флот, и моряки британского флота служили на нём и управляли с ним, как если бы это был корабль родной постройки. Около часа Конститюшен и Гарье сближались, оба маневрируя в поисках лучшей позиции для боя. Капитаном британского корабля был Джеймс Ричард Даккер. Молодой офицер, ему было всего 24 года, но он уже долгое время служил во флоте и многое испытал на себе, так что новичком он отнюдь не был. Не был ни опытен, и Азик Халл, американский капитан. Битва началась в пять часов вечера. Корабли обменялись бортовыми залпами, но ядра Гарье промахивались или отскакивали от дубового корпуса Конститюшен. Почти сразу стало ясно, что американские орудия превосходят британскую стрельбу. В 1840-х годах моряк по имени Мозес Смит опубликовал мемуары о том времени на флоте. Он написал, что в ходе той схватки несколько ядер ударили в корпус корабля, и одно из самых крупных срикошетило так, что его всё видели. Тогда кто-то закричал, «Смотрите, её борта сделаны из железа!» С того дня Конститюшен получил прозвище «Железнобокий старина». Зато британскому кораблю досталось очень сильно. После нескольких бортовых залпов рухнула Бизань-мачта, самая малая мачта на корме. Вскоре упала и Фок-мачта. По сути, корабль был полностью выведен из строя, и чтобы спасти остатки своей команды, капитан Даккер сдался. Геррие представлял собой плавучую развалину. Но победа капитана Халла была неполной, поскольку его шанс на удачу медленно тонул на глазах моряка. Обычной процедурой было бы забрать вражеские корабли, которые они захватили, починить, привезти домой, он бы мог стать частью американского флота. Команда получила бы призовые деньги и разделила между собой. Но в этом случае они смогли только забрать на Конститюшн пленных англичан и их вещи. А на следующий день после боя Геррие подожгли, и он затонул в Северной Атлантике. Но, несмотря на потерю приза, Конститюшн по возвращению приняли как героев. Потеря одного фрегата ничего не значила для британского флота в плане ресурсов. Но с точки зрения боевого духа это был очень важный момент для Америки вообще. Американского флота в частности. Это был первый раз, когда они могли сказать «Да, мы равны нашей бывшей метрополии». Что интересно, Уайт-Холл разосло приказы всем своим капитанам не выходить с американскими фрегатами на бой один на один. Когда американцы узнали об этом, они просто раздулись от гордости. Смотрите, они нас боятся. Корабль, совершивший этот важный подвиг, бережно хранится как национальное сокровище уже более двухсот лет. Широкая публика всегда воспринимала этот корабль тщательно реставрируемый и оберегаемый как символ Америки. Для многих людей не менее важный, чем звёздно-полосатый флаг или статуя свободы. В середине XIX века настало время железа. Морские битвы больше не станут прежними. Но на причале в Ливерпуле стоит корабль, сломавший стереотипы. Элегантная трёхмачтовая шхуна, построенная в 1900 году, последняя себе подобных на флоте. Десятилетие она служила скромным торговым судном. Но поставила удивительный военный рекорд. Её имя — Кэтлин энд Мэй. Спущен на воду в 1900 году. Длина — 42 метра. Команда — 4 человека. Сейчас мы входим в грузовой трюм Кэтлин энд Мэй. И хотя мы спускаемся по удобной лестнице, в те времена её не было. Они слезали сюда через люк в палубе. А тут можно было разместить более двухсот тонн груза. За годы службы, и чаще всего ей приходилось возить уголь, но помимо этого были и другие разнообразные грузы. В одном плавании записано 190 тонн навоза. Я не думаю, что вы хотели бы быть на её борту в то время. Единственное место, где команда могла провести свободное время, если оно у них было, это здесь, среди грузов. Жилое пространство было минимальным, груз — это деньги. Поэтому использовались все доступные помещения. Но скромная карьера Кэтлин энд Мэй была прервана Второй мировой войной. Для выживания Англии было важно, чтобы в британские порты продолжали поступать припасы. Из-за постоянной угрозы немецких подлодок большие конвои шли через Атлантику под защитой боевых кораблей. Но маленькие суда, такие как Кэтлин энд Мэй, тоже играли важную роль. Они проходили в том числе через самые опасные воды. Во время войны она перевозила грузы с юго-западного берега к побережью Ирландии. Именно в этих местах чаще всего появлялись немецкие подлодки, выходя со своих причалов в Бресте, во Франции. Они шли через Ирландское море в Северное море и старались причинить конвоям как можно больше ущерба. Парусные корабли были не только более дешёвыми. У них была ещё одна жизненно важная черта. Они были очень тихими. Под парусами нет шума двигателя, нет гудения пропеллера, поэтому нет следа, проявляющегося на экране сонара. Она могла проскользнуть в опасное место, незамеченное по многим пунктам. Она могла идти под всеми парусами, а на ней было 4000 квадратных метров парусов, так что было по чему идти. Конечно, без невероятной скорости, зато безопасно. Это было важнее всего. Кэтлин и Мэй перевозила жизненно важную еду и горючее, но также нанесла в трюме нечто более опасное. Большое количество взрывчатки. Про Кэтлин и Мэй указано, что суммарный объём груза, который она перевезла, 220 тонн. Вы можете представить, что часть этого была взрывчатка патроны, то есть очень и очень опасные грузы. Понятно, что о безопасности речь не шла, не было никаких предосторожностей, которые можно было сделать. А если вы посмотрите на британский флот времён Нельсона, то те деревянные суда тоже не имели никакой защиты. Они просто перевозили взрывчатку, как она есть. Так же, как и Кэтлин и Мэй. В некоторых плаваниях Кэтлин и Мэй перевозила нечто большее, чем просто припасы. Из очень надёжного государственного источника мы знаем, что она также перевозила пленных и беженцев из Ирландии в Англию. было проще доставить, к примеру, лётчиков, которых пыталось спрятать французское сопротивление, кружным путём через Ирландию, чем напрямую в Англию. Владельцы этого отважного деревянного корабля искренне восхищаются его командой тех времён. Я лично ходил через Ирландское море от юго-западного берега в Ирландию и примерно понял, что это было. Они, наверное, с тревогой ждали, не покажется ли перископ, или сплывающая субмарина. И это очень, очень трудно осознать, что они должны были чувствовать. Военная роль этого прекрасного трёхмачтового парусника была короткой кодой столетий деревянных кораблей. В 1945 году даже линкоры уступили место могучим авианосцам, лучшим военным кораблям этого века. Но на протяжении столетий на море царило дерево и те умения, которых оно требовало. Когда ты используешь ветер как главный источник движения, ты лучше понимаешь море. Ты лучше чувствуешь погоду и становишься ближе к окружающей среде, чем если ты используешь паровой двигатель. И я думаю, что поэтому многие моряки эпохи паруса, чьё время закончилось, с дредноутами Первой мировой войны, чувствовали, что ушло что-то важное. Программа подготовлена к показу компания «Сдаймедиа» в 2017 году. Перевод Анастасия Малиной Текст читал Сергей Костылев «Сдаймедиа» 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 Субтитры создавал DimaTorzok